Здравствуйте! На портале Экзогиат.ру с вами претерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 20 стих 16 главы книги Второзакония. «Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землей, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Слово «правда» является ключевым в книге Второзакония, и не только в этой последней книге Пятикнижия, но тоже в книге Бытия. Это слово повторяется очень часто. По-еврейски оно звучит «цедек», и с ним связано представление о цедока. И за этими словами стоит очень сложный мир и очень сложная связь разных понятий и представлений. Так же, как и в русском языке, слово «правда» вроде бы является синонимом слову «истина», но вместе с тем мы понимаем, что в нем есть какая-то особая глубина и особая, может быть, человечность. И поэтому интересно увидеть, какое значение обретает это слово в устах Моисея, в устах Бога. Это слово, в частности, употребляется в тех случаях, когда речь идет о судебной практике. В частности, в первой главе книги Второзакония Моисей говорит «Я дал повеление судьям вашим в то время, говоря, выслушивайте братьев ваших и судите справедливо». Судите по правде. То есть правда — это еще и правосудие. «Судите справедливо, как брата с братом, так и пришельцы его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд — дело Божие. А дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его». Значит, очень важный момент говорит о том, что, конечно, быть одинаково справедливым ко всем очень трудно. И мы чаще всего лицеприятны. По одним критериям мы судим себя, членов своей семьи, своих близких, к иностранцам, к пришельцам, к посторонним людям. Мы, может быть, применяем какие-то другие критерии, и нам бывает очень трудно быть объективным и одинаково справедливым и с тем, и с другим. И поэтому Моисей очень четко указывает на то, что судья должен одинаково нелицеприятно выслушивать и брата, и пришельца, и великого, и малого, и богатого, и бедного. Почему? Потому что суд — это вообще не человеческое изобретение. Если это была бы просто какая-то институция, это одно дело. Он говорит, суд — это дело Божие. В действительности суд является гарантом не просто какой-то юридической справедливости, но там, где попирается эта правда, происходит гораздо большая катастрофа, потому что сотрясаются те основания, на которых стоит мир. Поэтому это говорится дело Божие. И Бог с ревностью следит за тем, как совершается правосудие. И поэтому, если народ хочет жить, не погибнуть в гражданской войне, не погибнуть в коррупции, должна быть правда. Правды, правды ищи. Иначе ты не пребудешь в живых, и тем более ты не овладеешь землей, просто потому что ничего не останется. Слово «цедака» очень трудно перевести, потому что оно включает в себя очень много значений. Значит, мы с вами уже выяснили, что это правосудие, но это тоже милосердие, праведность, ответственность, честность, даже искренность, непосредственность. И всегда это означает нечто большее, чем просто юридическое правосудие и справедливость. Потому что для этого есть еще другие слова, технические термины, которые обозначают именно техническое правосудие, юриспруденцию. Например, в книге Второзакония говорится о том, что если будет человек бедный и даст тебе в залог свою одежду, то ты не можешь лечь спать, имея залог эту одежду. Залог нужно возвратить до того, как зайдет солнце, чтобы он лег спать в своей одежде и благословил тебя. И тебе поставится сие в праведность, в некую заслугу. Ты поступил по правде. Может быть, это не совсем справедливо, потому что ты как будто прощаешь чью-то немощь, чью-то нужду, чей-то долг. Но, по крайней мере, это праведно в глазах Бога. Поэтому слово цедока — это всегда праведность перед лицом Бога. Бог, который является праведным и милосердным, является мерилом этой праведности. Потому что действительно у этого нищего, может быть, больше ничего нет. Поэтому до того, как зайдет солнце, нужно совершать праведные дела, не откладывая на завтра, на потом, как бы искусственно успокаивая свою совесть. И мы видим, что в данном случае речь идет не просто о каком-то техническом, юридическом правосудии, но о каком-то глубинном уважении к человеку, в частности, уважение к его немощи в том, в чем он, может быть, будет унижен в жизни. Именно это означает поступить праведно. И здесь мы видим, что правосудие всегда соединяется с милостью, с милосердием. Вообще-то в нашем языке слово суд и милость — это два взаимосключающих понятия. Потому что суд — это обычно некий приговор, и это какое-то обвинение. Милость — это, наоборот, помилование, то есть приговор отменяется. Но вот в этой ситуации, если вдруг ближний твой оставляет тебе в залог единственное, что у него есть и что ему необходимо для жизни, для того, чтобы покрыть себя ночью, чтобы не умереть от холода, то ты не можешь это удерживать у себя в качестве залога. И в другом месте Господь говорит, «Итак, когда он возопиет ко мне, я услышу его, ибо я милосерд». В первой цитате говорится о том, что ты вернешь, и поэтому бедняк тебя благословит, и Господь услышит эту молитву благодарения и возрадуется о том, что в земле торжествует правда и праведность. Другой случай, когда ты поступишь, как фараон поступает со своими рабами, и тогда обиженный брат возопиет к Богу в жажде справедливости, и Бог услышит, но это будет совершенно другая ситуация. В некоторые моменты это слово «цедака» можно перевести как правосудие, которое совершается с состраданием, когда судья выносит приговор, руководствуясь не только строгостью законов, но также видя нищету и страдания человека, для того чтобы вынесенный приговор не был бесчеловечным и жестоким. Поэтому правосудие «цедака» в противоположность такому техническому правосудию, оно всегда сопровождается состраданием и поэтому более человечно. И в Библии эти два слова, которые всегда становятся синонимом, потому что никакая справедливость без милости, она не будет правдой и не будет праведной. И мирилом этого является сам Бог, потому что он умеет сочетать несочетаемое, быть строгим судьей и одновременно быть милостивым отцом. И именно таким он хочет видеть своих людей, свой народ, своих сыновей, для того чтобы они жили, несмотря на все перипетии истории. И, конечно, здесь очень важна идея равенства перед законом, потому что равенство перед законом является равенством перед Богом, потому что правосудие, суд не является человеческим изобретением. Поэтому не бойтесь лиц человеческих, бойтесь только Бога, потому что суд — это его дело. Итак, иудаизм, как и христианство, — это религия любви. Главная заповедь — это любить Бога и любить ближнего, как самого себя, и даже любить пришельца, врага, незнакомца. Но одновременно это и религия правосудия, потому что без правосудия любовь развращает. И мы очень часто с этим сталкиваемся в быту, когда люди просто злоупотребляют твоей добротой или твоей милостью, когда милость воспринимается как лазейка и предлог нарушить закон, потому что любовь все покроет. Очень важно сочетать и любовь, и милость с некой правдой, справедливостью, праведностью. Но одновременно это религия сострадания, ибо без сострадания закон может привести к еще большей вопиющей несправедливости. Поэтому в этом слове «цедака», «цедек» происходит вот такое соединение, может быть, несоединимого для того, чтобы верующие люди, которые читают и вдохновляются Божественным Писанием, могли сочетать это в своей жизни и в своей судьбе. На портале «Экзогет.ру» с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!